Александр Мор сегодня в Тюменской областной думе отчитался о работе правительства за 2018 год. Свои вопросы губернатору смогли задать депутаты. О том, как развивался регион, какие вопросы необходимо решить, Татьяна Воротилова. Превзойти самих себя теперь такая позиция на будущее у тюменского правительства. По итогам года в регионе лучший инвестиционный климат в стране. Динамику развития во всех важных сферах губернатор обозначил в конкретных цифрах. Так, инвестиции в экономику региона достигли 380 миллиардов рублей. Увеличились расходы в агропромышленном комплексе. Это несмотря на сокращение федерального финансирования. Выросла и производительность труда на предприятиях в среднем на 17%. В том числе благодаря программе «Бережливое производство». В строительной сфере тоже ударные темпы. Президент ставил задачу миллион квадратных метров жилья в год. Тюменская область из года в год вот эту задачу выполняет и перевыполняет. И меня, как жителя, радует, что это перевыполнение, так сказать, примерно 30% составляет. Но хорошие новости иногда прибавляют работы. Например, демографический рост требует дополнительных финансовых вложений. И депутаты уже этим озадачены. Число семей вообще в области растет с каждым годом, если брать последние несколько лет. И число многодетных семей также растет, что, безусловно, нас радует. Но, тем не менее, опять-таки, об этом говорил тоже и президент. Чем больше в семье детей, тем, понятно, нагрузка становится больше. Поэтому было бы правильно нам еще больше уделять внимания поддержке таким семьям с учетом количества детей. Развитию районов намерены уделять особое внимание. Мы понимаем о том, что сегодня наша молодежь за запахом, извините, навоза и пожить в шалаше, она не пойдет. Нужно создавать определенные условия для того, чтобы молодежь пошла и поехала, и с удовольствием поехала в нашу сельскую территорию. Поэтому был акцент сделан на обустройстве сельских территорий и решении социальных проблем. Такие мнения у депутатов сложились после выступления губернатора. Желающие задали ему волнующие вопросы, один из них касался будущего. У них есть планы по восстановлению нефтепереработки. Буквально до 1 июля уверен, что новый собственник, которым сегодня является Звербан, как и основной кредитор, в переговорах с потенциальными инвесторами выберет наиболее эффективного. Мы будем за этим процессом следить. Непростая ситуация сегодня сложилась в Викуловском районе. Местный кооператив оставил без денег с датчиков молока. Губернатор отметил, что меры примут. И ЛПХ, особенно в малых деревнях, возможно, получит новый виток развития. Сегодня обсуждаем, как нам снизить зависимость личных способных хозяйств от колебаний цены на молоко. Может быть, все-таки посмотреть варианты для того, чтобы они занимались не только разведением молочного жадного родства, но и другими видами деятельности, которые помогали бы им получать стабильный и регулярный доход. Основной доход регионального бюджета – это налог на прибыль. Темпы финансового роста на юге сейчас лучше, чем на севере области, отметил Сергей Карипанов. Кстати, если на то пошло, если брать за первый квартал этого года, то номинальная заработная плата и номинальные доходы по Ямалу и по Хантамасийскому округу и Юго-Теменской области увеличиваются. Но по Юго-Теменской области увеличатся не только номинальные доходы, но и реальные доходы населения. То есть у нас доходы населения превышают инфляцию. К сожалению, и на Ямале, и в Хантамасийском округе реальные доходы уменьшаются. По мнению депутатов, это заслуга грамотной региональной политики. Татьяна Воротилова, Сергей Жирнаков, Тюменское время.